Добрый вечер! В прямом эфире Вести Кабардино-Балкария. О главных событиях дня расскажем вам мы, Мадина Урусова и Олимпхостов. В начале выпуска коротко о главных темах. Эльбрусский район простился с жертвами автокатастрофы. Гражданская панихида по погибшим прошла сегодня в Тарнаузе. На Машук от Кабардино-Балкарии поедут 450 молодых людей. Республика готовится принять участников предварительного форума «Кавказ-Прорыв». Голубое озеро через объектив фотоаппарата. Самые неожиданные ракурсы и кадры. Нальчику представили полный фотоотчет глубоководников. Кабардино-Балкария. А в Тарнаузе сегодня прощались с педагогами детской школы искусств имени Султанбека Абаева Арабеск. Этот день в Эльбрусском районе был объявлен траурным. По поручению Арсена Конокова была образована комиссия по организации похорон. Минсосразвития республики поручено оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших в аварии. На гражданской панихиде в Тарнаузе сегодня работала наша съемочная группа. Слово специальному корреспонденту «Вестей Кабардино-Балкария» Альберту Корцаеву. Того, что эта поездка на хореографический фестиваль закончится трагически, не ждал никто. 18 человек в школьном автобусе настраивались на предстоящее выступление на сцене. Образовый ансамбль «Арабеск» детской школы искусств Тарнауза направлялся в Железноводск на участие во всероссийском конкурсе юных дарований «Легенды Кавказа». Авария нарушила все планы. Погибли две школьницы Лейла Этезова и Талифа Качкарова, а также сопровождавшие группу директор школы искусств Людмила Кайчуева и худрук ансамбля Юлия Майборода. Лейлу Этезову и Талифу Качкарову похоронили вчера. А сегодня с самого утра к школе искусств шли люди на гражданскую панихиду по погибшим. Среди них немало воспитанников Юлии Майбороды. Для нас это, конечно, очень большая потеря. Мы потеряли очень хорошего учителя и также и директора. Я была выпускницей данной школы искусств и вообще я не ожидала. Для меня это, честно говоря, было шоком. И девочки также, с которыми я училась. Тоже очень обидно, конечно. Соболезнования их родителям, их детям. Талантливый организатор, хороший друг, умелый руководитель. Это все о Людмиле Кайчуевой. А Юлия Майборода навсегда останется в памяти знавших ее просто Юлией. Красивой и обаятельной. Такой, какой была в жизни. Здесь любой человек, который пришел, может сказать о них только самое лучшее. Столько детей училось в музыкальной школе, сколько талантливых детей они выпустили. Это такая потеря для нашего района. Просто мы еще до конца и не осознали того, что произошло. Нелепая такая трагедия. Здесь все девочки учились в музыкальной школе. Здесь нет ни одного человека в районе, который бы мимо музыкальной школы прошел в свое время. Попрощаться с трагически погибшими приехали руководители и других районов, представители общественных организаций, родители воспитанников детской школы искусств. Сегодняшний день распоряжением главы администрации Эльбрусского района объявлен днем траура в муниципалитете. Над зданием администрации приспущены флаги. Над другими зданиями они прихвачены травмными лентами. Людмила Кайчуева и Юлия Майборода с почестями похоронены сегодня в Тернаузе. Альберт Красаев, Сафар Гириев, Анатолий Деряков, Вести Кабардино-Балкария. С минуты молчания началась сегодня 21-я конференция Кабардино-Балкарского регионального отделения партии «Единая Россия» в Нальчике. Участники почтили память погибших в автокатастрофе в районе Иноземцево. Главной задачей форума стало избрание делегатов на 8-й съезд партии, который должен пройти 26 мая в Москве. В работе конференции приняли участие председатель парламента Республики Ануар Чеченов, премьер Кабардино-Балкарий Иван Гертер, члены регионального полицовета Общероссийского народного фронта, сторонники и партийный актив. В Кабардино-Балкарии число партийцев достигает 46 тысяч человек. На предстоящем съезде партии региональные отделения будут представлять 9 из них. Кроме того, делегатами съезда по статусу являются члены Высшего совета «Единой России», глава Кабардино-Балкарии Арсен Коноков, члены регионального совета партии Борис Жруков и депутат Госдумы Адальбиш Кагошев. Сегодня «Единая Россия» – реальная политическая сила, добившаяся поддержки подавляющего большинства россиян, отметили на конференции. И все это благодаря активной работе партии и Общероссийского народного фронта. В соответствии с установленной квотой Кабардино-Балкарию будут представлять 12 делегатов. Я думаю так. Дмитрий Анатольевич Медведев возглавит нашу партию на съезде. Понимаете, тогда вот я уверен, преемственность в делах партии будет. Мы ожидаем от съезда очень серьезных решений. Понимаете, вот правительство обновляется, президент новый, представитель партии. Поэтому будут очень серьезные изменения не только в партии, но и в жизни российского народа. Вот такие серьезные у нас ожидания. В советах местного управления об их полномочиях. Полномочий много, исполнять их нет возможности. И многие вопросы от нас уходят, которые теоретически, практически, которые надо нам выполнять, а они переданы в федерацию, а там далеко. Эти вопросы мы должны решать на местном уровне. 13-й съезд партии «Единая Россия» намечено 26 мая в Москве. К другим темам. Правительство Кабардино-Балкарии сегодня одобрило поправки в закон о предоставлении льготы по налогу на имущество организаций и понижении ставки налога на прибыль тем, кто занимается инвестиционной деятельностью. Как уточнил министр эконом-развития и торговли республики Али Мусуков, ставка налога на прибыль для таких юридических лиц понижается на 4%, сообщает портал правительства КБР. Данный налог зачисляется в республиканский бюджет. До настоящего времени преференции предоставлялись без утвержденного порядка путем подписания инвестиционного соглашения о реализации бизнес-плана между правительством Кабардино-Балкарии и инициатором проекта. Законопроект направят на рассмотрение главе КБР, а после он будет внесен в парламент республики. 450 участников будут представлять Кабардино-Балкарию на Всекавказском молодежно-образовательном лагере «Машок-2012». Эти цифры сегодня в Доме правительства озвучил министр по делам молодежи республики Руслан Хожирока. Заседание Оргкомитета по обеспечению участия делегаций КБР сегодня провел зампред правительства Казим Уянаев. И хотя сам форум намечен по традиции на начало июля, подготовительная работа в регионах округа уже начата. 19 мая Нальчик примет авторов проектов на так называемый «Предмашук» форум «Кавказ. Прорыв» станет своеобразным отборочным этапом для кандидатов на миллионные гранты от правительства страны. Вице-премьер Кабардино-Балкарии Казим Уянаев сегодня поставил перед организаторами основную задачу обеспечить прием гостей на высшем уровне. Обеспечить в рамках Дня Республики в молодежном лагере проведение праздничного концерта с участием мастеров культуры. Я думаю, что этот вопрос, то, что мы проведем и здесь, и будем участвовать в Пятигорске, у нас должно пройти на высшем уровне. Опыт есть. К приезду в республику на форум «Кавказ. Прорыв» уже готовы почти полтысячи участников. Пройдет он с 19 по 22 мая в санатории «Грушевая роща». Как отметил министр по делам молодежи Султан Хажирока, эксперты-консультанты помогут авторам проектов доработать свои идеи для финального представления уже в июле в Пятигорске. Знаменательная дата. 50 лет совместной жизни супругов Байдаевых из второго Чигема совпало с Днем Семьи, который сегодня отмечается во многих странах мира. 19 лет назад он был учрежден Генассамблеей ООНа. В России отмечается с 95-го года. Несомненно, семья – это фундамент, на котором держится все современное общество, где, как ни здесь, человеку прививаются не только воспитания и хорошие манеры, но и общечеловеческие духовные ценности. Пример дружной и благополучной семьи в материале нашего специального корреспондента Сафара Гирива. 50 лет – круглая дата, за плечами полвека совместной жизни. Много это или мало? Ни один путь соли съеден, рядом сидят дети, внуки, правнуки, друзья. Юбиляры сегодня уже не молоды, но их сердца по-прежнему верны и любят друг друга. Именно эта любовь и помогла им сохраниться сегодня такими, какими мы сейчас видим. И, естественно, уважение и доверие друг к другу. Более полвека супруги Камал и Чарапа Лайдаева в селении Чиган-2 берегут домашний очаг, наполняя дом теплом души, уютом и пониманием, показывая детям пример доброты и искреннего участия. Ведь чем крепче семьи, тем счастливее и народы. Золотой юбилей, как утверждают они сами, это чистый источник, который питает любящие сердца. За эти годы пройдено много, немало сделано и пережито. Но и сегодня Аксакал Камал оптимистичен, не сетует на трудности жизни. Главное, не падать духом и трезво смотреть на происходящее, говорит он. Воспитали пятерых детей. Сейчас имеем, слава Аллаху, девять внуков, внучек. Все получили высшее образование, жили, Аллахашкру, неплохо. Шарифа Байдаева тоже гордится своими внуками и праздниками. Говорит, они наша опора и отрада. Этот двор всегда полон. Когда нужно, Байдаев старший помогает родне, курочке или барашкам. Для самых маленьких дом дедушки и бабушки прямо-таки райское место. Я бабушку и дедушку очень люблю. Я очень часто сюда прихожу. Здесь очень интересно, много ягод и фруктов. На родах старшим подрастает и поколение молодых семей. Снаха Фариза, родом из Гиргакаевых, для Байдаевых стала четвертой дочкой. Я им желаю счастья, здоровья родителям. Чтобы они еще долго-долго радовали нас и чтобы мы радовали их лучше. О своих родных Байдаевы говорят с гордостью. Оно и понятно. Их дети, внуки и правнуки продолжают добрые традиции старшего поколения. Такие дружные дома, где умеют хранить тепло родного очага, достояние всего народа. Сегодня, когда перед обществом стоит сложнейшая задача, возродит культ благополучной семьи, Байдаеву не только пример для подражания, но и залог развития всего государства. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко, Вести, Кабардино-Балкария. Медиапроект «Голубое озеро Познание», длившийся больше полугода, сегодня дошел до финальной стадии. Месяцы ведущие специалисты-глубоководники мира работали над одной задачей – популяризации таинственных глубин одного из самых известных карстовых озер планеты. Сегодня 22 фотографии. Самые неожиданные ракурсы и кадры организаторы проекта представили жителям Кабардино-Балкарии. Выставка «Волшебный мир Голубого озера» уже с успехом прошла в Москве на фестивале «Золотой дельфин». Но настолько полного фотоотчета, говорят авторы проекта, кроме Нальчика, не увидит никто. О глубинах пейзажах наш специальный корреспондент Марина Ярославская. Сложные технические эти фотографии – своего рода эксперимент. Тысячи сырых исходных кадров и тяжелый отбор лучших. Автор работ Виктор Лягушкин не правит цвет и яркость в специальных программах. Говорит, видения и чувства картинки достаточно. Сюжеты – это пещеры, это глубина, это сложно поставленный свет. Здесь есть кадры, на которых использовалось до 9 вспышек, кадры, на которых работало по 5 человек, ассистентов под водой синхронно. За этими фотографиями – месяцы поиска фактуры, глубинного ландшафта и десятки метров погружения. Лягушкин из 22 работ выделяет именно эту. Первый в мире снятый ночной кадр в технике сплет. Его личный глубоководно-художественный рекорд. На берегу стоит штатив с камерой в подводном боксе. Вода должна находиться ровно посередине объектива, иначе будут искажения, будет некрасиво. Внизу дайвер, привязанный на веревке жестко, чтобы он не мог двигаться. И за ним осветитель со вспышками, тоже привязанный на веревке жестко. Матильда – это манекен дайвера в съемках не участвовала, и автору проекта Виктору Лягушкину работу не упрощала. Он скажет на фото только озеро без подмены приукрас, таким, каким его еще никто не видел. Среди гостей выставки главные герои – глубоководники. Те, благодаря кому фотографии отчасти получились. Антураж тайн Голубых озер сами дайверы дополняли собой. Непривычные роли фотомоделей для них тоже первые пробы. Работа в качестве модели – это совершенно отдельная работа. Здесь почти есть некоторые кадры, которые сделаны как репортажные. В основном кадры, где люди находятся в кадре, это постановочные кадры. И это надо понимать, потому что это очень сложная работа. Фотографии и часть большого медиапроекта Голубое озеро Познание доступны для зрителей в Национальном музее Республики. Марина Ярославская, Слан Карданов, Вести, Кабардино-Балкария. Заур Курамагамедов стал чемпионом России. Золотую медаль спортсмен из Кабардино-Балкарии завоевал в Саранске на предолимпийских соревнованиях по греко-римской борьбе весовой категории до 60 килограммов. После поединка Курамагамедов заявил журналистам, что намерен доказывать свое право на участие в Олимпийских играх до последнего момента. И это была последняя информация выпуска. Все материалы корреспондента в нашей программе вы можете найти на сайте вести.кбр.ру. Ну а далее вас ждет прогноз погоды на предстоящие сутки. Мы с вами прощаемся. До встречи. Туристическая фирма «Астыр». Здравствуйте. По данным информационного агентства «Метеоновости» в предстоящие сутки на территории республики продолжатся дожди с грозами. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. В Зольском районе дождь. Воздух прогреется до 25 градусов. В горах облачно с прояснениями. Осадки у подножия Альбруса 15 градусов. В Торнаве воздух прогреется до плюс 18. Не исключен грозовой дождь. В Оксане, Чигеме и Нардкале переменная облачность. Дождь, гроза. Температура в пределах 26-28 градусов. В Прохладинском и Майском районах также осадки плюс 28. Грозы прогремят и в Севском и Лискенском 26-27. Тепла не на стене обойдет стороной. И Черехский район плюс 25. В Нальчике переменная облачность. Возможен дождь с грозой плюс 27. На этом у меня все. Хорошего настроения в любую погоду. В магазине «Уфис и дом» итальянские спальни от 98 тысяч рублей. Спальня в московских фабрик от 29 тысяч 990 рублей. Огромный выбор матрасов. Спешите. Город Нальчик. Улица Кирова 294. Субтитры подогнал «Симон»!